В Карачаевске чествовали чемпиона мира по увольной борьбе Исмаила Мусакаева. С особой гордостью и искренней радостью поздравили его с победой. О пути к пьедесталу, чемпионе и его титуле расскажет Альбина Ламкова. Сложная подгруппа и титулованные соперники не стали преградой. Исмаил Мусакаев в весовой категории до 65 килограммов уверенно выиграл соперника из Пуэрто-Рико со счетом 11-0 и стал чемпионом мира. Помог сильный характер и трудолюбие. Несмотря на победу в турнире мирового уровня и получение высокого титула, Исмаил Мусакаев очень скромный и воспитанный человек. В общении с ним чувствуешь уважение к собеседнику. Первая встреча была с казахом, молодым, перспективным. Дальше у меня следующий соперник ждал олимпийский чемпион, вот кому я проиграл как раз в Токио. В этот раз я его реваншировал, выиграл. Затем у меня был чемпион России, молодой парень, очень тоже перспективный парень, Шамиль Мамедов. Его тоже обыграл, выиграл. А дальше мой прошлогодний обидчик, кому я в прошлом году на чемпионате мира проиграл. На этот раз у него тоже взял реванш. Победа на чемпионате мира принесла Исмаилу Мусакаеву лицензию для участия в Олимпийских играх 24-го года в Париже. Путь спортсмена на международную арену заслуживает уважение. В его послужном списке титул чемпиона Европы, участие в Токийской Олимпиаде, а теперь и победа в турнире мирового уровня. Сам Исмаил Мусакаев – балкарец, российский и венгерский борец вольного стиля, родом из Кабардино-Балкарии. С 2019 года представляет сборную Венгрии. В нашей республике его встречали как родного. В начале торжества он почтил память жертв политических репрессий и депортаций карачаевцев в Среднюю Азию у мемориала в Карачаевске. Уже там его ожидала многочисленная делегация. Моя благодарность всем тем, кто здесь собрался, меня встретить. Большое им спасибо. Мне очень приятно. Вся территория перед зданием Центра культурного развития имени Кайсына Кулиева была заполнена людьми, которые искренне радовались победе Исмаила. Спортсмена с восхождением на высшую ступень педестала почёта пришли поздравить юные борцы. Они с нетерпением ждали его прибытия. Для мальчишек он стал настоящим кумиром, достойный урок и пример, чтобы стремиться быть, как Исмаил Мусакаев. Минус на минуту должен быть здесь. А ты сам занимаешься вольной борьбой? И как давно? Я занимаюсь четыре года борьбой. И схватки я его смотрел. Тоже прям, когда он боролся, прямой эфир тоже. Схватки его смотрел, болел за него. Ещё в дальнейшем пожелаем ему удачи. Алибек Акбаев тренировался вместе с Исмаилом Мусакаевым. Вместе тренировались, вместе были на сборах, ездили на соревнования. Исмаил всегда был такой трудолюбивый парень. И очень одарённый, физически сильный и очень скоростной. Все качества у него были. Просто эти качества надо было воплотить в реальность. Вот просто единственное – подойти без травм. И вот таким же настроем он станет алибекистом чемпионом Алла-Айтси. Долгожданный момент настал. Исмаил Мусакаев на месте. Неподдельная атмосфера радости и восхищения чемпионом. Почтение от старейших, юных спортсменов и ровесников. После долгого приветствия все направились в зал. Помещение было переполнено людьми. Каждый из присутствующих хотел выразить свою радость восхождением Исмаила Мусакаева на высшую ступень пьедестала почёта. Мероприятие прошло красиво и достойно. На торжестве чемпиону подарили ценные призы и денежные сертификаты. Админа Ламкова, Лев Малхожев, Вести Корчаева, Черкесия, Корчаевский район.